Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вашук Евгений Александрович, служащий в Доме офицеров Каспийской флотилии, заведующим методического кабинета. Предлагаю Вашему вниманию акцию памяти, генералиссимус Суворов, посвященную 290-летию со дня рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова. Русский военный гений, великий полководец, генералиссимус победы, какие бы эпитеты не употребляли в его отношении, преувеличить заслуги выдающегося военного стратега сложно. Он выиграл более 60 сражений. Александр Васильевич Суворов заботился о солдатах как отец, разработав для них практичную униформу, сменившую узкие прусские мундиры, усовершенствовал устав и правила воспитания. Историки называют полководца уникальным, ведь за полвека службы он вел исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в оборонительной войне. Суворов сумел обезопасить страну от агрессивных соседей на долгие десятилетия, сделав границы государства нерушимыми. Формирование Суворова как полководца выпало на век Екатерины Великой и две победные русско-турецкие войны. В это время Суворову посчастливилось служить под началом фельдмаршала Петра Румянцева. Дарование полководца раскрылось во второй русско-турецкой войне. В 1788 году Александр Суворов отличился при обороне Кинбурга. Здесь он получил первое серьезное ранение. За победное сражение военачальнику вручили орден Андрея Первозбандова. Второй раз Суворова ранили при штурме турецкой крепости в Очакове. Между двумя турецкими войнами Александр Суворов доказал свою эффективность как военачальник и стратег, подавив бунт Емельяна Пугачева. В сентябре 1789 года состоялось сражение при Рымнике. Русские войска в этом бою возглавил Александр Суворов. Яркой победой военачальника стало стремительное взятие в декабре 1790 года турецкой крепости Измаил, которую считали неприступным. Битва вошла в историю России. Ее ставят в один ряд с Полтавским и Бородинским сражениями. После смерти императрицы в 1796 году ее заменил Павел I. Отношения с сыном Екатерины Алексеевны у Александра Суворова складывались напряженные. Спустя год царь издал приказ об отставке военачальника. В феврале фельдмаршала сослали в родное имение. Но после обострения политической обстановки в Европе об Александре Васильевиче вспомнили. Правители Австрии и Британии обратились к Павлу I с просьбой поставить во главе союзных войск Суворова. Александр Суворов провел ряд молниеносных и блистательных сражений. Фельдмаршал занял Турин и Милан. Разбил силы французов на реке Треббия. Сократив армию врага наполовину. Сраженный победой император распорядился отдавать Александру Суворову те же почести, что и особом императорской фамилии. Поход 1799 года золотыми буквами вписан в историю российской армии. Легендарный переход Суворова через Альпы и сегодня поражает воображение. Павел I с восхищением констатировал победу Александра Суворова над самой природой. Покорение швейцарских горных вершин и длиннейший перечень предыдущих побед принес полководцу прижизненную славу и звание генералиссимуса. Высочайшая военная иерархия. Александр Суворов создал новую военную доктрину, основываясь на личном опыте боевых действий, разработал стратегию и тактику введения войны. Написанный полководцем тактическое пособие «Наука побеждать» – настольная книга русских военачальников. Воспитанниками Суворова стали Михаил Кутузов, Николай Раевский, Петр Багратион. Памятник генералиссимусу воздвигли при жизни. Появились суворовские училища, в которых воспитывали будущих военных. Во время Великой Отечественной войны орденом Суворова награждали героев, а именем полководца назван не один десяток кораблей. Среди них броненосец «Князь Суворов» и теплоход Александр Суворов. Образ гениального военачальника неоднократно эксплуатировался режиссерами. Александра Суворова сыграли Николай Черкасов Суворов, Валерий Золотухин – адъютанты любви, Вадим Демчок – фаворит. Учил суворов, велики боя. Держать во славе российский флаг, Учил суворов, велики боя. Держать во славе российский флаг, Отцом и братом Суворов был, Суворов последним бойцом делил. Держать во славе российский флаг, Отцом и братом Суворов был, Суворов последним бойцом делил. Держать во славе российский флаг, Отцом и братом Суворов был, Суворов последним бойцом делал. Держать во славе российский флаг, Отцом и братом Суворов был, Суворов был, Суворов был, Суворов был, Суворов был, Суворов был. Держать во славе российский флаг, Отцом и братом Суворов был, 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 Суворов